Самарское предприятие, производящее гипсовую продукцию, давно является лидером сферы в стране, поэтому сейчас активно развивает и экспорт своих товаров. В последнее время география заказов расширилась. Около 10 стран. Но в компании уверена, еще есть куда расти, поэтому и стали участниками первого муниципального форума экспортеров. Сейчас у нас новые цели, новые территории, поэтому сейчас важнее экспорт расширять. Нам важно узнать что-то новое, найти контакты, возможно поделиться своим опытом с кем-то. Представители гипсового производства, а также еще четыре компании отметили наградами за достижения в сфере экспорта. Дипломы вручал временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Он поприветствовал участников первого муниципального форума экспортеров и отметил широкие возможности для малого и среднего предпринимательства города. Самара во всех смыслах с точки зрения промышленности уникальный город. Здесь такое количество сконцентрировано больших производств, которые в любом случае дают возможность вокруг них появиться новым малым, средним. Поэтому это как раз тот самый случай, когда имея большой экспорт, имея большие производства, мы даем возможности малым встроиться в этот процесс более эффективно, более масштабно. Я думаю, как раз такой симбиоз, именно считаю, что в этом плане Самара это уникальная площадка. Участники форума обсудили последние тенденции и новшества отрасли, правовые аспекты и перспективные направления для развития. Бизнесмены поделились своими наработками и узнали опыт коллег во время шести деловых сессий. Предприниматели всегда работают на перспективу и нет границ. Поэтому сегодня торговая промышленная палата показывает и расскажет, как воспользоваться теми преференциями, которые на сегодняшний день существуют. В качестве экспертов выступили представители профильных ведомств, которые затронули большой спектр тем от действующих мер поддержки для бизнеса до заключения международных контрактов. В связи с тем, что в отношении большой категории товаров, которые экспортируются, постоянно приходят какие-то обновления, новые требования. В связи с этим Самарская таможня, в свою очередь, постоянно информирует об этих новшествах, о вступлении новых требований, нормативных актов. На протяжении работы форума была открытая биржа контактов, где были представлены не только российские компании, но и из Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая и Вьетнама, чтобы предприниматели могли сразу наладить деловые контакты. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует...